Теперь перенесёмся в Украину, в Донецкой области, где идёт антитеррористическая спецоперация. Продолжает сохраняться напряжённая обстановка. Сегодня ночью центром событий стал город Мариуполь. Ополченцы пытались взять штурмом одну из частей внутренних войск в этом городе. Как сообщает издание «Мариупольские новости», военные в ответ на попытки ополченцев открыли огонь. В результате 13 пострадавших, возможно, один погибший. Данные не подтверждённые. Возле части номер 3057, накануне вечера, мы собрались около 500 человек, по разным данным. Они потребовали от военных, я цитирую по местным СМИ, поделиться оружием. Позже они стали забрасывать часть коктейлями Молотова, в ответ военно открыли огонь. Давайте посмотрим, как это было в видеозаписи, правда, не очень хорошего качества. Возвиженное превосходство. Если один *** отдаёт вам преступный приказ, вы вполне самостоятельно можете взять его, заключить его батарею. Просто никто здесь не хочет крови. Они отвечали стрельбой. Ну, как мы видим по этим кадрам, информация абсолютно противоположная. С одной стороны, заявляет о том, что это был захват, попытка захвата военной части. С другой стороны, говорят о том, что люди пришли к военным переговариваться. Но накануне стреляли и в другом городе Донецкой области, в Краматорске. Сообщается, что боевая машина украинского десанта открыла огонь по ополченцам. По некоторым данным, ранены три человека. Ранее сообщали, что демонстрантами завладели несколькими единицами боевой техники. Украинской армии в Краматорске сообщалось о шести БМД, а также о том, что в итоге они остались в руках у ополченцев. А сами солдаты украинской армии, которые на этой военной технике прибыли в Краматорск, затем направились на автобусах в расположение военной части.